Вау! Друзья, это самая холодная окрошка на Черноморском побережье. Посмотрите, в какой она тарелочке, посмотрите, какая красота. Вау! Сейчас мы все это будем пробовать. Приготовили мы ее в новой нашей рубрике «Готовим с шефом». Друзья, встречайте, Гея Америнашвили, бренд-шеф ресторанного комплекса Ковчег. Мы благодарим, кстати, ресторанный комплекс Ковчег, что они до сих пор нас терпят. Потому что мы действительно тут как бы развили такую бурную деятельность. И знаешь, что я еще хочу? Вот мы в предыдущих видео заложили традицию, что в конце к нам приходят, ну, типа фанатки, да, и съедают там, помогают нам съедать. У меня есть другое предложение. В комментариях мне написали, а было бы здорово, если бы вы, например, пригласили там продавцов с рынка, в которых вы снимаете, да, и они у вас делали дегустацию. Но я думаю, что это нереально, потому что мы люди заняты, и это занимает очень много времени. Поэтому у меня предложение к нашим зрителям, ну, или зрительницам, да. Всех, кто хочет поучаствовать в съемках, всех, кто хочет продегустировать блюдо, которое мы приготовили с шефом, друзья, пишите мне в инстаграм, который вы сейчас видите на экране. Вот, напишите, что хочу, участвовать в съемке, мы с вами согласуем дату съемки, вы придете и, в общем-то, продегустируете. Как тебе такая идея? Отличная идея. Отличная идея. Я только за. Мы находимся в Одессе, Сахарова 1Г. Тут у нас на первом берегу, на первом этаже у нас называется город. Это фудмаркет, расскажи более подробно. Фудмаркет, он такой у нас универсальный, есть несколько локаций. Есть Италия, Азия, у нас работает мангал, хоспер, шаурма готовится. Есть замечательный бар, где есть и прохладительные, и горячительные напитки, в том числе и коммуновый бар. И кофе прекрасный. Это уникальный детский центр. Там работает пицца-печь, там есть кухня для детей, как и для взрослых. Очень много аттракционов развлекательных. Дети просто теряются на весь день, родители отдыхают. То есть очень удобно, родители пришли в ресторан, либо вот сюда, либо в Ной. Да. Это крыша, друзья, там вообще панорама обалденная. Надо будет как-то показать, кстати, тоже. Мы там что-нибудь с вами, наверное, приготовим. Обязательно приготовим. Друзья, там просто обалденно. Вы выходите на крышу, очень красиво. То есть вы пришли в ресторан, отдали детей в остров. И детям хорошо, и вам тоже. Надо пробовать. Надо пробовать, тарелка тает. Тарелочка вам добавить только лишней жидкости. Как бы есть нюансы, да? Мы потом расскажем, что это за тарелочка, но она тает. Ой, посмотри, ты только посмотри. Самая холодная окрошка, как я и обещал. Я еще вот, да, вот. А я же хотел подуть, знаешь, как на горячее. Приятного аппетита. Шеф, спасибо большое, это великолепно. Друзья, хотите узнать секрет приготовления самой холодной окрошки, смотрите это видео. Мы расскажем все секреты. Как обычно, шеф делится всей информацией. И мы максимально готовим такие блюда, которые можно приготовить в домашних условиях. Да, мы их готовим на кухне ресторана. Здесь удобно, чисто, красиво и так далее. Но все это вы сможете повторить дома. И мы категорически настаиваем, чтобы вы это повторяли. И напишите в комментариях, так вы готовите или нет. Видео будет очень-очень крутое, поэтому ждем от вас жирный, прижирный лайк. Вот такой. Если вы до сих пор еще не подписались на YouTube канал Взрослый Разговор, то сделайте это прямо сейчас. Под видео есть кнопочка подписаться, нажимайте на нее. Рядом с ней нажимайте на колокольчик. И вы не пропустите ни одного видео на моем канале. И также твой Instagram и Instagram всех заведений, которые мы перечисляли, я оставляю также под видео. Не тянем кота за хвост, потому что тарелка тает. Тарелка тает, да, да. Начинаем видео. Друзья, у нас сейчас июнь, конец июня, очень-очень жарко. И Гия предложил приготовить охлаждающее блюдо, которое вот охладит наш пыл. Вот. И это окрошка. Мы... Холодный суп. Холодный суп. Я вам сегодня гарантирую, что это будет самая холодная окрошка на всем Черноморском побережье. Такой вы еще нигде не пробовали. Есть один секрет, я про него уже знаю, друзья. Ну, там просто подача будет бомбическая. Мы перед съемкой решили пообсуждать историю этого блюда. Есть разные варианты. В общем-то, если вам будет интересно, почитайте в Википедии. Она, в общем-то, все терпит. Но, смотрите, блюдо, приготовленное грузином, автоматически считается грузинским блюдом. Но блюдо, приготовленное в Одессе, автоматически считается одесской кухней. Друзья, решайте сами. И, кстати, напишите в комментариях, как вы считаете историю происхождения окрошки и что это блюдо сейчас. А мы начнем готовить. Итак, ты мне написал список. Я пошел на новый рынок. Если вы не видели этот обзор, обязательно посмотрите. Гия мне скинул список. Точно так же мне обычно скидывает список жена. Я открываю список, а там написано. Яйца перепелиные, филе индюка, огурцы. И нету количества. Вот так же мне и жена. Я говорю, слушай, ну напиши количество, сколько она. Мужчинам нужно четкость сразу. Потому что, ну сколько купить? Килограмм, 10 килограмм и так далее. Поэтому я потом тебе еще перезванивал, уточнял. Мне все четко собрали. Хотя я забыл все-таки взять горчицу. Ну что, она у меня есть. Ну у тебя она есть. Слава богу, мы на кухне. И мне не положила Галя лук тоже. Мы как-то так вот эмоционально. То есть я купил укроп. Опять-таки, слава богу, у тебя лучок тоже есть. Да. Все остальное я купил. Также вот у нас кефирчик. Уже вот смотрите, как красиво Гея его перелил. Я в видео про новый рынок рассказывал, какой кефир я рекомендую. И сейчас мы будем готовить. Шеф, давай расскажи про все ингредиенты. И опять-таки, будет очень правильно, если мы будем говорить количество. Вот я почему специально сказал, да, вот о том, сколько нужно покупать. Потому что наши зрители захотят повторить это блюдо. И, соответственно, они должны будут знать, сколько чего нужно. Смотрите, у нас в ресторане на порцию, то есть окрошка у нас готовится из-под ножа. И всегда мы берем на порцию одинаковое количество ингредиентов. У нас есть по ингредиентам укроп, лук зеленый, картофель предварительно отваренный, свежий огурец, редис, два перепелиных яйца и филе индейки. И в нашем случае мы в ресторане, это у нас сувид. Я рассказывал, что такое сувид. Можно еще раз рассказать. Низкотемпературный режим приготовления долгосрочного. Продукт остается сочным, мягким. Ну, в общем, он замечательный. Горчица, кефир, соль. А, и будет минеральная вода. Газированная, газированная минеральная вода. Вот еще есть. На порцию мы возьмем 20 грамм картофеля, 20 огурца, одну редисочку, ну, она, наверное, весит 20-30 грамм тоже, укроп, ну, и все остальные ингредиенты. 40 грамм индейки и два перепелиных яйца. Горчицу, соль и водичку мы будем добавлять по вкусу, потому что это такие ингредиенты, которыми надо доводить до вкуса наше блюдо. И, в частности, заправку, которую мы будем подавать отдельно сегодня. Вы все увидите, посмотрите и оцените. Ну что, Сан Саныч, нам надо... У меня вопрос еще сейчас, перед чем мы начнем что-то делать. У меня вопрос. А если я, например, вот редиску больше люблю, я могу две редиски вместо одной положить? На здоровье. По вашему вкусу можно состав, количество ингредиентов играться, как вам нравится. То есть, вот сейчас то, что ты сказал, это как бы классическая, ну, рецептура. Так как мы собираем у нас. Да, а мы можем, то есть, больше огурца или, например, больше яиц добавить. На ваше усмотрение, конечно. Все, друзья, значит, готовим классическую окрошку. Что мы делаем? Надо нам почистить картошку, нарезать кубиком, огурец нарезать кубиком, все нарезать кубиком, кроме яйца перепельного. Мы его просто разделим пополам. Сан Сан, сейчас я вам дам ножик, будете помогать. Благодаря магии монтажа у Сан Саныча появился ножик. Итак. Одна картошка вам, одна мне. Все по-честному. Ну, надо аккуратненько, да, шкурку так? Да, аккуратненько почистить, нарезать кубиком, следом огурчик, редисочку. Это есть ощущение, что шеф это сделает быстрее, чем я. Самое главное, если вы будете готовить дома, на следующий день с холодильника она сильно холодная, да, окрошка, когда у нас поживет в холодильнике, на следующий день она сильно холодная. Поэтому? Поэтому надо кушать маленькими, маленькими глотками, да, глотками, чтобы не навредить своему здоровью. А то ангина не дремлет в такую жаркую пару. Да, нужно быть аккуратным, особенно в такую жару, да, и с кондиционером украднее пользуйтесь, друзья, и с холодной водой. Это мы на одну порцию делаем или на две? Мы сейчас нарежем ингредиенты и будем собирать, собирать на одну порцию, я покажу как. Главное, чтобы у нас были нарезаны все, все наши овощи. Друзья, скажу честно, первый раз картошку режу вот таким вот способом. А, подожди, и так здесь нельзя, как просто мне показывал. Можно, можно. Можно? Просто я ее раздавлю. А ножи на кухне острые, ребята. В прошлый раз геймин показывал, как нужно делать. Правильно. Ну вот так я могу показать, как это делается. Мельче надо или нормально? Нормально, подходит. Подходит, супер. Что дальше? Сдвигаем в сторону. Теперь огурчик. Теперь огурчик. Сейчас, пойдем в порядок. Я так понимаю, что тоже кубиками. Тоже кубиками, да. А нужно еще так делать? Можно. Можно. О, тут же, как-то знаешь. Сан Саныч разогрелся. О, пальчики подобрали и погнали, да, Сан Саныч? Да, да, да. Я, знаешь, боюсь, вот эти видео увидит моя жена и скажет, Сан Саныч, так ты умеешь делать окрошку, да? Вот. Вот тебе плита. Да, да, да. Вот тебе сковородка, твари. Так себе, знаешь, там, пошел на рынок, там, типа, обзор сделал, все нормально. А тут, как бы, ты уже окрошку умеешь делать. Редиску тоже? А как ее нарезать? Редиску. Давайте мы ее сначала пополам. Пополам, да. Потом надрежем ее, но не до конца, чтобы она у нас не разбегалась. О, кстати, вот уже пошел лайфхак. И еще такие полосочки проделаем, и тогда у нас получится идеальный кубик в нарезке. Идеальный кубик от шефа. Идеальный кубик от шефа показать, только вы потом не показываете. Вот. Вот он. Извини, у нас... Все честно? Все, честно, все показываем. Так, надрез. Не до конца. Не до конца. Потом на полосочки. Друзья, я думаю, что если Сан Саныч научился так делать, то она же смотрит в основном хозяйки и хозяева. Сан Саныч, я сделаю пару слайсов. Ага, для украшения, да? Для декорирования нашего. Класс. Нашего блюда. Индейка? Индейка. Тоже на кубики. То есть принцип тот же самый, да? Все на кубики. Сделать плюс-минус одного размера, да? Да. Оно не получится, конечно, одного размера. Ну, у меня во всяком случае. Но на вкус это особо не повлияет. Нет. То есть это больше эстетическое. Да. Да, ну мы же хотим красиво и вкусно кушать. А в первую очередь мы смотрим на само блюдо. Визуально оно нам нравится. После этого мы его кушаем. Шеф, сколько по времени, я уже правильно понял, что в ресторанах все идет с под ножа. Да. То есть вот человек пришел, заказал окрошку. Сколько по времени окрошка будет подаваться у вас в ресторане? От 7 до 15 минут. То есть я... 15 минут это, если у нас большая загрузка, есть много гостей на площадке, то время ожидания немного увеличивается. А так от 7 до 15 минут максимум. То есть я долго нарезаю, да? Нет, не долго, но я думаю, гости подождут. Дома можно приготовить целую кастрюлю и, как ты говорил, поставить в холодильник? Да. Можно ее сразу заправить, она настоится и будет полностью пропитанные все овощи, все ингредиенты. Можно просто нарезать, соединить, сделать заправку отдельно и заправлять ее себе индивидуально порцией. То есть отдельно под пленкой лежит... Заправочка готовая. Мы туда добавим горчицу, соль и минералку. Если дома, то можно без минералки, чтобы мы не теряли, да, этот эффект газированной воды. И просто заправлять себе порцию самому себе под заказ. Мы будем сегодня заправлять кефиром и минералкой. А чем еще заправляют обычно? Ну, разные же рецепты есть. Есть на квасе, хоть на просеке. На просеке тоже можно? Девушки, я думаю, что вам этот рецепт понравится. В принципе, состав тот же самый. Или там можно уже вместо картошки ананасы добавить, да? Можно играть. В общем, экспериментируйте. Можно сделать фруктово-ягодную окрошку. Окрошку, да, на просеке. Залить просекой. А давай пофантазируем, какие могут быть ингредиенты. Ананас. Ананас, клубника. Клубника сейчас. Любые ягоды, землянику туда. Вишенку можно почистить, если есть желание, от косточки. Я не знаю, все, что вы найдете на рынке, все фрукты, которые вы хотите увидеть, сейчас по сезону доедут. В вашем просека, да. Девушки, вот вам новый рецепт только что созрел. Это у вас будет просека-окрошка или как мы ее назовем? Если это, ты сказал, называется О-Бэйби, О-Крошка, да, то... Знаете, я думаю, что сейчас как раз О-Бэйби будет больше... Вот туда же. Больше вот туда просека, да. Особенно после того, как пару ложечек сделаешь, да? Но ее, наверное, уже не подавать в тарелке. Ее можно подавать в каких-то высоких бокалах, да? Вот я имею в виду О-Бэйби, которая будет. Ну, например, вот в такой штуке. Вот такой вот вариант. Как классно на кухне, все сразу под рукой. Так, ну и все порезали, нам остался только лучок. Только лучок. И давайте я его... Да, шеф это сделает гораздо быстрее, а я просто посмотрю. Так, начнем заправлять сейчас еще нашу заправку, да? Ага. Соль. Соль. Соль, друзья, вы помните, да? Соль у нас только так. Вот так, да. А много соли надо? Я не перестреливаю. Потом попробую. Потом попробую. Но я вообще, я говорил, что я не люблю много соли, но я думаю, что здесь немного. Здесь щепотка на самом деле. Я просто делаю это не быстро. Ложка. Облизывать предварительно не надо. Горчица острая, украинская, мяцна. О, мяцна, класс. Горчицу тоже по вкусу. Но я люблю, когда она чувствуется. Помимо этого мы ее подаем еще и отдельно. И в одежде, да? Непосредственно к блюду. Пока размешать. Давайте, наверное, венчиком лучше. Ложку так будем пробовать. А я понял, да. Вот. Да. Главное, надо сначала размешать все ингредиенты, чтобы они растворились у нас. И только потом добавлять минералку, чтобы не выболтать оттуда газ. Черный перец не можно сюда добавлять? Черный перец по вкусу, он у нас есть на столе в спецовниках. Если будет не хватать, вы можете себе его добавить. Мешаем, 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 мешаем. О, я думаю, этого будет достаточно. А блинчики сюда нельзя пожарить? Мы добавили грамм 50-70. А сколько кефира здесь? Кефира здесь 0,3. 0,3. Добавляем укроп, чтобы было красиво. О, слушай, 4 руки так интереснее готовить, да? Ну да. Быстрее получится. На самом деле, блюдо готовится действительно быстро. Почему я спросил, сколько вы его подаете? Это мы с тобой больше сейчас говорим, да? На самом деле... 7 минут это максимум. Что? Яйцо просто пополам. А я это вот заслушался. Яйцо не надо было, друзья. Посмотрите, как правильно. Вот так нужно яйцо правильно делать. Оно должно быть просто разрезано пополам. Ну, можно и так. А Сан Саныч сделал так. Можно и так. Мы его добавим прям непосредственно. У нас все готово для того, чтобы начинать собирать блюда. Я пойду принесу тарелку специально, да? У нас будет специальная тарелка. Обалденная тарелка будет. Я ее видел, друзья, но это будет бомба. Сан Саныч, выбирай. Друзья, вы посмотрите. Вы понимаете, что это? Это рукотворные тарелочки. Что здесь? Лед получился. Это она изо льда. Это фильтрованная чистая вода. И каждая тарелка прям индивидуальная, крафтовая, будем ее так называть. Одинаковых нет. Они все разные, все по-разному декорированные. Слушай, а как такую тарелку приготовить в домашних условиях? Можно купить на рынке силиконовую форму, залить туда фильтрованную воду, накидать декора, который вам нравится. Да, накидать декора, который вам нравится, придавить водичку вот такой миской, чтобы мы получили такое углубление. Ага, именно форму тарелки, да? Да. А, то есть это был какой-то, наверное, кекс или что? Да, силиконовая форма для выпечки есть такая форма. Вот такой лайфхак, друзья. Вот только что. Выдавливаем тем самым лишнюю воду, и у нас, когда она замораживается, получается такое углубление. То есть наполнение, может быть, смотрите, вот такое, мохито назовем его, да? Это у нас что, роза чайная, да? Вот сюда прям просека просится, да? Сюда это для просека, да, идеально. И это что у нас? А здесь микрогрин. Микрогрин и цветочки тоже. Ты знаешь, мне нравится и вот это, и вот это. А у нас на две порции не хватит? У нас хватит на две порции. Хватит. Сделаем вот это и вот это? Вообще не вопрос. А эту спрячем в морозилку? Какую? Вот эту, ну, для просека. Для просека. Ну, может, кто-то из девочек придется, захочет просека. Сюда ставьтесь, да? Так. Давайте мы ее чуть-чуть нагреем. Нагреем? Она не растает? Сколько она будет таять, кстати, по времени? Ну, минут 30-40, я думаю, она выдержит. Ага, то есть у нас есть время покушать. Да, 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 конечно. Красота. Когда она прогреется, она у нас станет идеально. Почему я ее грею сейчас, да? Чтобы у нас был визуальный эффект красивый. А можно я пока эту погрею? Погрею. Это прям красивая идея, ну, вот, мохито. Да? Да. Класс. Так что, Сан Саныч? Что, ну, рукам холодно? Продолжаем. Так что, это убираем или? Две делаем, да? Две, ну, давай две, конечно. Тарелки наши готовы и сейчас будем собирать. Можно я? Да, да, я готов смотреть на это бесконечно. Начнем с вашей картошечки. Да. Укладываем на дно тарелки. Вот так. Следом добавим огурчик. Угу. Редиска. Мясо. Ага. Посыпем еще чуть-чуть укропа, зеленого лука, перепелиные яйца. Добавим и те самые тоже, чтобы они здесь были. И нашу заправку. И вот в таком виде она подается к столу, да? И обязательно горчицу, может быть, кому-то будет не хватать. Угу. И вот в таком виде она у нас подается гостю за стол. Гостю. Гостю, гостю. Гостю. Погостил немножко и все, да? Ой, класс. Можно подавать. Все, подавать и пробовать. Идем. Вторую порцию Сан Саныч соберет. Вторую порцию соберет Сан Саныч. Это подстава. Так, последовательность. Картошечка. На ваше усмотрение. А, не имеет значения, да? Картошечка. Ну, давай вот курочка. Ой, смысл, индейка. Индейки я еще добавлю, можно? Да-да-да, выбирайте все. Так. Так, редисочка. Тут у меня будет микс салата сразу, редиска и огурец. Можно так? Да-да-да. Я к себе еще огурца добавил. О, раз пошла такая пьянка, да? Так, чего я себе еще не положил? Я вот так еще. Вот так набирайте. Да, я бы вот этого положил больше. Я вообще больше люблю вот огурчик и редиску, чем картошку. Добавляйте на свое усмотрение. Можно, да? Да, супер. Тогда я вот так сделаю этого больше. Что мы еще не положили? Укроп, зеленый лук. Да. Редиску сейчас я вам сделаю для декора, да? Конечно, как же без декора. Так вот. То есть, в принципе, когда еще сам себе собираешь, то ты можешь еще и регулировать вот эту вот пропорцию, правильно? Да, на ваше усмотрение, что вам больше нравится. Редисочка для декора. Так, вот так по кругу просто ложим, да? Будем считать, что... И вот эту штучку наливаем в заправку, да? Да. Отлично. Ну что, друзья, теперь мы будем пробовать эту вкусняху. Ну что, шеф, настала пора попробовать, что же мы с тобой приготовили. Вернее, поесть. Давайте по-честному. Сегодня мы без группы поддержки. Потому что эта участь выпала нам, мы сами будем дегустировать. Да, нам будет трудно, конечно, но что делать, да? Приятного аппетита, Сан Саныч. Да, взаимно. Приятного аппетита. Это вкусно. Это вкусно, правда. И это сытно. И на самом деле, слушай, я думаю, что тех, кто вот сейчас на ПП, на модных всех этих диетах, тут же ничего нету такого жирного. Кефир мега полезно. Ну, может быть, немножечко горчица. Хотя я смотрю. На ваше усмотрение, можно меньше, можно вообще без нее. Да, все остальное, яйца супер, овощи любые. Сан Саныч, я не встану, пока не даем. Так я тоже никуда не собираюсь. Слушай, ну, я напоминаю, что рецепт на просека мы вам тоже дали. Также все ингредиенты будут в описании, количество. Вот, поэтому обязательно повторяйте это блюдо. Обязательно ставьте лайк нашему видео. Если вы не подписались на канал, вы кушайте, кушайте, то сделайте это прямо сейчас. Под видео есть кнопочка подписаться, нажимайте на нее, рядом с ней нажимайте на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. Если же после просмотра видео у вас остались ко мне личные вопросы, пожелания и предложения, вот мой инстаграм. Подписывайтесь на меня в инстаграм, пишите мне в личку, я отвечаю очень-очень быстро. Ну, а инстаграм Гии и всего ресторанного комплекса я оставляю прямо под видео. Вы можете общаться с Гией, задавать вопросы, задавать вопросы всему комплексу. Например, когда там с детками можно отдохнуть, или какое там блюдо есть в ресторане, ну, или здесь вот, ты сказал, что очень много разной кухни, да? Да, да, да. Да, какая хочешь. Ну, и не будьте жадинами. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Окрошкой мы не поделимся сегодня. Окрошкой не будем делать. А видео вы поделитесь. Дело в том, что это новая рубрика, и вот те отзывы, которые мы уже получили, они положительные. Ну, скажем так, 99% отзывов, они положительные. Нас это радует, значит, мы делаем правильное дело. Но для того, чтобы YouTube начал замечать нас как кулинарный канал еще, надо, чтобы была большая активность зрителей. Это я вот обращаюсь к своим зрителям, к нашим постоянным зрителям, которые меня смотрят. Поэтому делитесь видео, ставьте лайки, пишите комментарии, и мы будем дальше снимать такие видео. Ну, не будем, в общем-то, тарелка таять. Приятного аппетита. Желаем вам мира, добра, любви и счастья. А нам приятного аппетита. Ну, и вам приятного аппетита. Повторяйте это блюдо. И главное, все в меру, да? Я думаю, что нам сегодня надо будет и просека сделать. Просека сделаем, да? Ну, хорошо, только это не на камеру. Можем и на камеру. Можем и на камеру, да? Угу. Субтитры сделал DimaTorzok